И снова всем привет на канале Олег Нестеров Брест! Ну все соскучились, сегодня я в такой интересной шапочке, все уже видели, да? Это мне Виталя Автокар канал подарил, и дядя Толя вот такую кепочку, дядя Толя подойди поближе, вот дядя Толя, запотели очки, вот, да, дядя Толя нравится шапочка? Очень, очень, помаши, Виталия, скажи спасибо, Виталия, спасибо, привет, из Америки, какой Америки? Из России, из Белоруссии, привет Америке, все, дядя Толя, иди, ну как-то так, дядя Толя, все побутал, короче, вот, начали мы свой рабочий процесс, как бы долго в гараже не были, сейчас еще пока там холодно, топим, шапочка, кстати, теплая, нормально, Ну и сегодня что-нибудь мы поделаем с Ауди 100, я думаю, мы будем сегодня, там надо швы обработать, чуть-чуть померить кое-что, много сегодня не будем делать, как бы для разгона, понедельник, день тяжелый, не надо себя перетруждать То есть покажу, что такое шовный герметик, покажу, как наложить его на шов, то есть изолировать шов, да, ну и может быть еще подготовим крышу под шпаклевочку сегодня, потому что сегодня мы явно не будем шпаклевать Дядя Олежа, надо в 4 часа домой снова, вот, ну и что-нибудь полезную информацию дам все-таки, да, ну а с утра, как всегда, анекдот Короче, блин, воры забрались в хату, сломали дверь, зашли в квартиру, и тут на холодильнике увидели два магнитика, их там всего два было На одном Колыма, на другом Варкута, тут они быстренько, любезно помыли окна и полы, вставили новый замок и ушли Вот такой анекдот Ну а мы приступим к теме дня заставки Пошла! Так, ну сегодня будем обрабатывать вот эти швы Вот это, все это надо зачистить Тут как бы обработано уже этим парашей, как ее, цинкарем обработано Сейчас мы это, он вот тут отъел все, сейчас мы это счистим все И приготовим к эпоксидному грунту, потом эпоксидным грунтом все зальем Пока будем суть доделать, что-то делать Здесь у нас будет высыхать Пока сохнет грунт, то бишь мы, еще холодно в гараже пар То мы будем заниматься, наверное подготовим крышу Тоже к грунту И подготовим, померяем Вообще будем одевать сегодня запчасти Смотреть, что да как Так, левое крыло у нас что-то не пляше немного Хотя там сторона не битая Но тут, скорее всего, просто на болтах не так сидит Поэтому мы его просто накидывали То есть и капот просто накидывали Вот, сегодня будем прясать с размерами Покажу, как обработать шов То есть, многие спрашивают, что такое Как это герметизирующая масса под кисточку Вот, сегодня я вам ее и покажу Так, ну Как бы шов я почистил Шов вычищаем Кругом Металлическим То есть, с проволокой, да Хорошо вычищаем его Еще небольшая вот такая мелочь Когда вы почистите Металлическим кругом, да С помощью болгарки Обязательно, обязательно, это важно Потом нужно набить шкурочкой Сто двадцаточкой хотя бы Сто восьмидесяточкой Рисочку Пройтись по этому Потому что таким кругом, наоборот Вы выглаживаете металл Он у вас становится глянцевый Скользкий То есть, для лучшей адгезии Лучше Надо Перетереть сто двадцатой шкурочкой То есть, это я снимать не буду Но имейте ввиду Прямо вручную можете перетирать Потому что, ну, в таких труднодоступных местах Вы не подлезете болгаркой Поэтому Нужно Руками Где подлезете Везде протирайте И покрываем все это эпоксидным грунтом Ну, это я как бы покажу Ну, берем вот такой вот Спектрал 395 Это эпоксидный грунт И вот такими движениями Начинаем перекрывать все Ну, вот так вот все промазали И даем высохнуть Пока занимаемся другими делами Ну, и сейчас протираем это место Где будем работать с крыши Для того, чтобы увидеть Где нам что почистить Так как мы тут долбили напильником Краску мы, скорее всего, отдолбили Она отслоилась из металла Поэтому мы ее сейчас будем Счищать Счищать будем болгаркой И потом снова набьем риску Ну, Толик пока живой Толик Расскажи народу Как ты докатился до такого Почему ты такой неаккуратный? Олег давил Олег давил Три давай Три давай Беспорядка А кто беспорядок этот наводит? Кто, вернее, не следит? А камеру кто поставил? Камеру поставил Надо следить, чтобы Все на своих местах лежало Конечно, такой бардак развел Что я не прав, скажешь? Я бы сказал Я бы сказал Выду в ютубе Все, теперь никаких пирожков тебе с полки Понял? Выду в ютубе Полгода Все, вы скажу Да, полгода, понял? Без пирожков Ну, сейчас мы готовим крышу Сейчас Толик набивает риску Но риску набивает как бы вручную Но ее можно набить и машинкой Наверное, мы сейчас машинкой ее еще набьем Потому что плоскость большая Как бы вручную Долго это все делает То есть рисочку набить для того Чтобы адгезия была лучше И тоже покроем Это все эпоксидным грунтом Тонким слоем Потом будем шпатлевать Еще покажу Кто досмотрит до конца Покажу, каким антикором я пользуюсь Ну, такие дела все Сегодня обработаем шов Подготовим крышу под шпатлевку Шпатлевать, наверное, сегодня не будем Почему? Отъясню Первый слой я буду накладывать стекловолокнистой То есть если я ее сразу наложу Отереть буду завтра Это будет очень нехорошо Вот так вот называется Это микрофибр Потому что если я ее сегодня наложу Отереть буду завтра То я ее буду тереть до послезавтра Она очень застывает Так что микрофибр Тоже небольшая тонкость Его лучше затирать где-то Ну, максимум через полчаса Как наложил Когда он у тебя затвердеет И потом, когда уже вы стерли Даете ему еще досохнуть Чуть-чуть, да? Полчасика И потом уже ложите вторые слои То есть мы в процессе Неполного его отвердения Затираем его Чтобы просто нам облегчить задачу И после того, как вы затерли Слой сбили Он все равно Невыравнивающий слой идет Наполняющий То есть перед Уже такими тонкими работами И эффект арматуры у него То есть Что ты меня гипнотизируешь? Обезжирить Стоит привидение Обезжирить Вот, тряпочек набрал Да, прогнуться Тряпочек чистых принес Мама, наверное, дала Ладно Чтоб сын прогнулся Да, чтоб сын прогнулся И скупить свою вину Ну ладно Дело-то не в том Мы простим Дай Бог исправиться Но Дело не в том Дядя Олег, добрый, блин Но знает рамки Насколько быть добрым Кому и когда Это самое важное Главное, чтобы вашу доброту Не считали за слабость Чтобы на вас не ездили То есть Вот эту планку Надо знать Когда вовремя Когда можно просить И когда Убить можно Ладно Толик, расслабься Дядя Олежа Простил пока Так Ну и что я хочу еще сказать Так это я так Чтобы вы успокоились Дядя Оле Тут никто не обижает Никто не бьет Два сломных ребра Это пройдет быстро Да, Толя? Шутка Да, от темы я отошел Короче, смотрим Все по ходу А, ну вот Не даем Вернее Облегчиваем себе задачу Трем Пока она еще не Полностью застыла Да, все стираем И потом даем Полчасика Чтобы она уже набрала Свою твердость до конца И потом уже перекладываем Другой шпаклевкой Тогда у вас не просядет Ничего И не лопнет То есть Некоторые сразу Закладывают шпаклевку Не дают просохнуть То есть Это тоже неправильно Далеко Далеко Но не построен мост До тебе До тебя Не добра Со мной Между нами Параллель И тонкая нить Я надеюсь Родная Ты не сможешь забыть Далеко И после того, как вы набили риску, обязательно обезжирить место, которое вы будете шпатлевать. В данном случае мы сейчас будем покрывать грунтом. Мы берем тот же грунт, который я вам показывал, и накладываем на место ремонта. Потому что мы тут как бы открыли металл, грунтом мы его защитим. И у этого грунта эпоксидного очень хорошая адгезия. Даже такой стильный слой не надо. Но мы можем чуть-чуть и постелей намазать, потому что сегодня мы ничего не будем делать, и он у нас высохнет. Высохнет. А мы займемся пока... Ну и сейчас будем накладывать герметик. Герметик выглядит вот так. Вот у меня в данном случае польский герметик. Как вы видите, он идет в килограммовую упаковку. Кому интересно, вот можете на стоп-кадре посмотреть. Найти его где-нибудь в интернете. Сейчас я открою. Одной рукой не уйдет. Вот такая вот масса. Как бы если можно видеть, она идет с алюминиевой пудрой. Ну не знаю для чего. В принципе-то он весь одинаковый. Весь красивый. И намазываем его либо кисточкой, либо пальцами. Герметик мягкий, мажется легко. Застывает он уже потом, как бы на месте. То есть, можете кисточки есть под них пластмассовые. Но пластмассовые кисточки сразу не советую. Они как бы... Блин, ну невозможно ими нормально наложить. Они убирают, как бы просветы такие оставляют. Лучше взять обычную кисточку и подрезать ее. Чтобы кисточка просто была потверже. Вот ей удобно накладывать. Можете наложить шпателем. Можете одеть перчатки и пальцами намазать. Тут кто на что гораст. Красоты здесь не нужно. Здесь нужен сам эффект герметизации, обработки шва. Чтобы у вас потом не... Короче, не поржевела там всякая ерунда. Ну вот так вот набираем на что-нибудь, да? И вот такими вот незатейливыми движениями, как бы, чтобы оно в шов попало, заделываем и протягиваем. То есть, ну, стараемся по возможности покрасивее, поаккуратнее. То есть, сначала забиваем все щелки. Потом можете шпателем растянуть, можете тряпочкой, неважно. То есть, и все вот так вот красивенько заделываем. Смотрим внимательно в шов сначала, да? Чтобы у вас все забило. И растягиваем все это дело. Вот так вот. Передадим Толе. Шпатель пусть замазан. Не торопитесь, главное все аккуратненько замазать. Чем аккуратнее вы это сделаете и больше времени на это потратите, тем больше вероятности, что у вас здесь уже не будет ржаветь. Ну, и после того, как герметик уже высохнет, то будем обрабатывать его антикором. Антикором я пользуюсь вот таким. То есть, бикор, защитная мастика, очень хорошая. Производится она в Гродно. Открой там, Вася. Производится она в Гродно. Тут вот есть где-то сайт. Можете переписать, посмотреть. Можете почитать. Чего к чему-то. Очень хорошая мастика. А вот и Вася, хозяин машины, никак не дождется, когда ее сделают. Да, Василий? Да. Так, ну, сейчас обработаем все бикором. Что мы на сегодня усвоили? Чтобы обработать шов, что нам для этого нужно? Цинкарь, да? Ну, изначально мы цинкарем обработали. Сейчас еще там одну вещь скажу. Вот такой называется это герметизирующая герметик для нанесения кистью, короче. Бикор, которым уже на герметик покрываем, да? И перед тем, как все эти дела делать, мы покрываем эпоксидным грунтом. Еще вот такой есть маленький, знаете, секрет. Многие уж там сильно так стараются. Обрабатывают сначала цинкарем, потом после цинкаря обрабатывают реактивным грунтом. То есть после реактивный грунт, ну, вот так вот выглядит. То есть на фосфатирующей основе, да, там. Получается, что обрабатывают цинкарем, потом обрабатывают еще реактивным грунтом. Если вы обработали цинкарем, реактивный грунт не нужен уже. То есть это масло масляное получается, это ни к чему. Либо цинкарем обрабатываете, либо реактивным грунтом. И всегда помните, ни цинкарь, ни реактивный грунт, это не панацея от всех ваших болезней. То есть если у вас есть ржавчина, она так и останется. Он не разъедает ржавчину. Он убирает ржавчину, которую вы не смогли вычистить. Не смогли не по вашей лени, а по условиям механическим. Где-то трудно доступны места. То есть не смогли подлезть, то есть не почистилось. Маленькие вот эти пятнышки, вкрапления, да, несомненно, он уберет. Но большую ржавчину, то есть на корку ржавчины, его ложить не надо. Он не разъест у вас ее. То есть если у вас действительно там хорошее место такое проживелое, да, вы его вычистили. Покройте его цинкарем. Чистите снова болгаркой цинкарь с волосатым кругом. Ну, я волосатый его называю, железным, да, кругом. Счистили, еще раз цинкарем обработайте. Два-три раза. И когда вы увидите, что у вас уже все очистилось, да, там может быть металл черный. Не блестящий, а черный, да? Черный, но без вкраплений. Все, обработали. Зачистили 120-й шкурочкой. Рисочку набили, да? Обработали. Ну, то есть этот процесс я уже показывал. И все. Не надо и цинкарем, и реактивным грунтом. Этого делать не надо. И желательно после этого всего обработать, конечно, эпоксидным грунтом. То есть эпоксидный грунт имеет очень плотную структуру. Он не пропускает ни влага, ни воздуха. Не воздуха, это есть в предыдущих уроках. Изучайте уроки в папке. Вот я дам ссылочку. Оборудование и материалы. То есть для начала, чтобы вам начать работать, вы должны изучить эту папку. Все там есть. Изучайте, пожалуйста. Потом уже по видео задавайте вопросы. Потому что одни и те же вопросы возникают. В этой папке все есть, что вам нужно. Что-то, если нету, что-то, если непонятно. Задавайте свой вопрос, я обязательно отвечу. После той папки переходим на папку. Либо окраска, либо пампера, либо кузовщина. Какая вам нравится. Изучайте потихонечку. Дядя Олежа все разложил по папочкам. Все очень удобно. Смотреть. Можете выбрать урок. Выбрали. Смотреть папку полностью. Там есть такая, да? Чтобы у вас не сразу видео, а смотреть папку полностью. И там в каждой папке. Где 15 уроков, где 20, где 30. Вот. Все уроки просмотрели. Вы узнаете. И что вам нужно на первое время. И какой инструмент. И как его настраивать. Даже вплоть до того, и печка там есть, и влагоделитель есть, и шпателя. Все есть, короче. Как в Греции. В особом доске лежит поломка видеокамеры. Короче, блин. Дядя Оле еще раз напомнишь, мы получим. Так. Короче. Вот так вот все дело как-то обстоит. Изучайте уроки. Задавайте по видео вопросы. Это есть. Я понимаю, уроков очень много. Но знать это нужно все. Есть уроки одинаковые. Вот по окраске мы что-то окрасим, да? Уроки одинаковые. Делаем одну и ту же работу. Но ситуации разные. Разные ситуации бывают. Бывают температурные режимы разные. Бывают краска разная. Бывают переходы. Бывают всякие варианты. Бывают косяки. Косяки мы исправляем. Все это есть в папках. Так что смотрим. Как бы приятного всем просмотра. Так. По слету я буду делать отдельное видео. Но скажу. По слету как бы там еще одно послабление есть. Макс сделал. Короче. Оплачивать можно не в течение пяти дней. Потому что люди вахтами там работают, да? Оплатить можно в течение 14 рабочих дней. После того, как к вам пришел договор. Для тех, кто хочет забить место, но денежек пока нету. Тоже практикуется 30% предоплата идет. То есть место для вас бронируется. И потом в конце марта остальную сумму вы выплачиваете. Но тут будьте внимательны. В договоре написано. Если вы не расплатились или передумали ехать, то эта сумма не возвращается. Это просто геморройно. Понимаете? Каждый может возвращать. Так что торопитесь. Покупайте места. Быстренько. Будет весело. Это точно. Ну а мы, несмотря на вчерашнюю неудачу. Это мы уже снимаем другой камер. На вчерашнюю неудачу. Выкрутились из положения. То есть передача не перестает из-за такой фигни работать. То есть дядя Олежа решает проблемы на ура и сразу. И вам советую тоже. Никогда не заморачивайтесь. Сделайте так, чтобы вы дальше могли работать. Да? А не думать. Ой, как? Что делать? Сделали? Да. Нету денег. Заняли. Работа главное, чтобы шла. Будет работа, будут деньги. Не будет работы. Деньги не будут. Так что проблемы надо решать по мере их поступлений. Ну и на сегодня все. Как бы я думаю, вы все усвоили. И на прощание, как всегда. Анекдот. Ну анекдот на самом деле тоже с огромной бородой, но смешной. То есть вчера мне его прислали ВКонтакте. Вот как бы я его знал, но вспомнился. Лазакович, по-моему, товарищ у нас такой есть. Привет тебе, кстати, огромный. И всем привет, кто на рации. Ну анекдот такой. Прапорщик садится в машину, в УАЗик. Ну и там водитель молодой, вновь прибывший. Ну он ему... Так, боец, фамилия. Тут. Андрюшка, меня звать. Боец, ты фамилию скажи. Какая у тебя фамилия-то? Да вы меня не будете называть по фамилии. Боец, ты что, не врубаешься? Фамилия какая? Да не будете вы меня звать по фамилии. Зовите просто Андрюшка. Так, боец, ты, по-моему, не врубаешься. Тебе старший по званию говорит. Как фамилия? Любимый. Ладно. Поехали, Андрюшка. Вот такой анекдот. Ну а на сегодня все. Даю вам заряд бодрой энергии. Никогда не переживайте, не унывайте, если у вас что-то не получилось. Все наладится. Бог все делает так, чтобы поправить нужное положение и немножко наградить вас за это терпение. Если вы его правильно примите, то и награда вам будет правильная и хорошая. Так что ждем каких-то сюрпризов хороших, я надеюсь. Ну, ладенько, на сегодня все. Здоровья вам, вашим детишкам, мамам, папам вашим, всем близким. Скоро, дядя Олежа, дальше байки будем снимать. Байки будем снимать по воскресеньям. Я смотрю, там вроде как понравились байки, да? Ну, таких историй с севера у меня очень много. То есть с них можно что-то почерпнуть действительно. Не как историю, а как ситуацию из жизни. Как из нее можно выйти. Ну, что-то заговорился. Всем добра и бабла. Правильно. Что ты там козюля ковыряешь? Да порезался как-то. В нос? Под нос. Тяпи тольки. Сейчас это, ковырял. Дальше. 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 Ты не сможешь забыть Нас разделяет сплошное время